Сегодня мы будем проводить тест-обзор нового налобного фонарика, в котором установлен самый мощный светодиод XHP70. И сделаем сравнение с другим налобным фонариком, в котором установлен также неплохой светодиод XML2. Читаем заявленные китайцами характеристики. Какой в этот раз китайцы нам повесят лапшу на уши? В заголовке действительно написано светодиод XHP70, указана мощность 32 ватта, количество алюминов вообще неинтересно, потому что они упишут от балды. Материал корпуса алюминий плюс пластик, три режима работы, мощный, слабый и стробоскоп. Питание трех аккумуляторов 18650. Присутствует зарядка от microUSB и выход USB питания, то есть фонарик можно использовать как powerbank. Стоимость фонарика от 15 долларов и выше. По-русски это примерно 1000 рублей и выше. У фонарика но очень много комплектаций и поэтому возрастает цена. Его продают и со светодиодом XHP50, в комплектациях и с аккумуляторами, и со шнурками, с зарядками, и с чем только там не продают. Заранее скажу, что лучше покупать самую дешевую комплектацию, то есть голый фонарик, без всего. Потому что все эти аккумуляторы и зарядки в комплекте полная шляпа. Головный фонарик состоит из трех частей. Это алюминиевая головка, где расположен светодиод. Пластиковый отсек для аккумуляторов, там же расположен драйвер. И резиночки, которые крепят все это на голову. Головка фонарика состоит из двух частей. Это основание и передняя часть, которая двигается. Сверху основания головки выполнена кнопка. Слева сбоку головки входит провод питания. Передняя часть, которая двигается, выполнена также из алюминия. В качестве рассеивателя у фонарика используется линза. А это значит будет очень хороший, равномерный заливной свет. Под линзой виднеется светодиод и даже надпись XHP70. Фиксирование головки фонарика происходит с помощью пластикового механизма. Я уже говорил, что мне такой метод фиксации вообще не нравится. Со временем пластиковые зазубрины износятся и головка будет плохо фиксироваться. Чтобы фиксирование головки происходило более жестко, вот здесь есть болти, которые можно подкрутить. Головку держит вот такое довольно большое пластиковое основание. Фонарик мощный, головка довольно тяжелая. И это пластиковое основание будет плотнее прижимать фонарик к голове. Резиночки такие довольно плотные, толстые, упругие. Видно, что сделаны они качественно. С левой стороны провод питания выходит из головки фонарика и входит в аккумуляторный отсек. Значит он выполнен из пластика и по размерам довольно-таки такой большой. Сверху выполнена резиновая заглушка, под которой находится разъем питания USB. Снизу отсека находится разъем microUSB, который служит для подзарядки аккумуляторов. Вот эти резиновые заглушки держатся как говно в проруби и ускакивают из своего места от малейшего прикосновения. В лесу от ветки этот разъем отскочит, начнется дождик и вода попадет прямо в этот разъем USB. Вообще конструктивно на любом уличном оборудовании нельзя делать никакие разъемы сверху. Даже если они с заглушками. В общем китайцы делают как им удобнее, а не как это нужно делать. Открываем аккумуляторный отсек. Ну что ж, давайте вставим аккумуляторы и включим фонарик. Буду использовать вот такие хорошие аккумуляторы, у которых реально емкость больше 3000 мАч. Емкость проверена с помощью моего любимого зарядного прибора. И вот что китайцы хорошо научились делать, так это вот такие аккумуляторы. Установил аккумуляторы, включая фонарик. И он не работает. Может я еще неправильно подключил. Да вроде все правильно. Плюс к плюсу, минус к минусу. А фонарик не работает. А все дело в том, что студент, который конструировал фонарик, вероятно не подозревает, что аккумуляторы 18650 бывают разных моделей. У одних аккумуляторов есть пипка, которая выпирает. А у других аккумуляторов никакой пипки нет. И ничего из него не выпирает. Вот к этим металлическим частям должна прижиматься плюсовая пипка аккумуляторов. Но если посмотреть сверху, металлические части не выступают за пластиковый корпус. Получается, что аккумуляторы, у которых нет пипки, они не прижимаются, нет контакта. Вот эти металлические части нужно конструктивно сделать более выпуклыми, чтобы был контакт с любым типом аккумуляторов. Решается эта проблема с пипками довольно легко. Для этого нужно разобрать аккумуляторный отсек. Здесь аккумуляторный отсек держится на защелках. И разобраться, на удивление, очень легко и очень быстро. И внутри отсека здесь видим плату управления, то есть драйвер. Вынимаем вот эту вот штуковину с пупырками. Берем керн или дюбель, или гвоздь и молоток. Уложим вот эту штуковину на деревяшечку. И кернем по центру пупырки. Примерно вот так вот. Теперь эти пупырки стали более пупыристые, то есть выпуклые. И должны доставать до контакта аккумулятора. Собрал все обратно и вставляю аккумуляторы. Так, не понял, что-то вывалились пружинки. Пружинки там никак не фиксируются и просто выпадают вниз. Ставил пружинки обратно. Да, действительно, они никак не фиксируются и просто падают вниз. Если какая-то деталь не фиксируется, значит она обязательно выпадет. В данном случае пружинки просто провалились внутри корпуса. Я думаю, эту проблему решит обыкновенный клей-момент. Заодно проклею часть с пупырками, потому что она так же там никак не крепится. Надеюсь, что никаких косяков здесь больше не будет. Итак, устранил две китайские неисправности. И надеюсь, что мне наконец-то удастся воспользоваться этим фонариком. Проверяем режимы фонарика. Мощный, слабый и стробоскоп. Мощный режим нужен, слабый режим очень нужен. А этот бестолковый стробоскоп нафиг тут вообще не нужен. Каждый раз при выключении фонарика придется перещелкивать эту дурацкую функцию. Ну и на том спасибо, что хоть не сделали пять режимов работы. А то пока перещелкнешь эти все пять режимов, уже состаришься. Так, проверяем зум. Кстати, на слабом режиме драйвер сдает такое очень тихое жужжание. На мощном режиме и стробоскопе такого нет. При включении фонарика на аккумуляторном отсеке загорается красный светодиод. Аккумуляторы сейчас заряжены. И красный свет это не свидетельство разрядки аккумуляторов. Скорее всего этот красный свет такая фишка для велосипедистов. Масса фонарика без батареек 230 грамм. Масса фонарика с хорошими аккумуляторами примерно 380 грамм. Сейчас испытаем мощность фонариков в максимальном режиме. Для этого мне пришлось собрать вот такую замудренную схему из мультиметров. Для удобности аккумуляторы поместил в специальные кейсы с проводами. Итак, замкнул провода на плюс и включаю фонарик. 3,6 вольта, 4,7 ампера. Нифига себе. Слабый режим 3,9 вольта, практически 4 вольта и 1,38 ампера. 3,6 вольта умножаем на 4,7 ампера, получаем практически 17 ватт. В такую силу тока мне что-то не очень верится. Потому что от такой мощности маленькая головка фонарика моментально перегреется. А вот более слабый режим похоже на правду. Его мощность 5,5 ватт. Китайцы заявили, что мощность 32 ватта, а по факту она оказалась 17. Ну и 17 ватт это слишком круто для этого светодиода и этого фонарика. Забегу заранее и скажу, что здесь стоит не XHP70. Сейчас испытаем на скорость разрядки аккумуляторов и на нагрев головки фонарика. Смотрим, прошла 1 минута, а сила тока уже 4,5 ампера. 37 градусов головка. 38. Прошло 4 минуты. Сила тока примерно 3 ампера. А напряжение даже чуть-чуть поднялось. И стало не 3,6 а 3,7 вольта. Через 5 минут температура 47 градусов. А сила тока всего лишь 2,5 ампера. 6 минут и 50 градусов температура головки. Сила тока 2 ампера. То есть в данный момент фонарик выдает 8 ватт. Сила тока перестала падать и примерно 1,7 ампера. Ай-яй-яй. Выключился мультиметр. Через 10 минут. Я думаю, этого более чем достаточно. 50 градусов. Через 10 минут 50 градусов. В конце теста температура стабилизировалась на 50 градусов и больше не росла. Сила тока и напряжение также перестали изменяться. И показали 1,7 ампера и 3,9 вольта. Итак, за 10 минут непрерывной работы. Мощность упала с 17 ватт до 7. Итак, головка гречена до сих пор. Все-таки 50 градусов это не комнатная температура. Хочу разобрать головку и посмотреть, есть ли там датчик температуры. Либо снижение мощности уже запрограммировано как бы драйвером что ли. Линза, кстати, пластиковая. Не стекло. Разобрал заднюю крышку головки. Или ее отодрал. И так не вижу здесь никаких датчиков температуры. Подозреваю, что снижение мощности все-таки запрограммировано. Потому что вот эту маленькую головку, такую мощность светодиод, раскалил бы как сковородку моментально. Притом внутри там полость, ничего там нет. Попытался разобрать головку. То есть выкрутить внутреннее тело и нифига не получается. При закручивании стало проворачиваться уже два болта. Конечно, саморезы в алюминиевом тонком корпусе неприемлемы. Тело корпуса нужно делать потолще и обязательно нарезать резьбу. Итак, давайте разберемся, почему здесь установлен светодиод не XHP70. Да потому что у меня есть светодиод XHP70 и его более дешевый аналог. Визуально светодиоды похожи. Подложка матрицы у них размером 7 на 7 миллиметров. Но светодиод XHP70 имеет подложку белого заливного цвета. А светодиод на фонарике и на зеленой плате практически братья-близнецы. Напомню, что на зеленой плате 15-ваттный светодиод. Эти оба светодиода имеют как бы такой золотистый оттенок. И такие золотистые полоски по бокам. Хотя у светодиода из фонарика эти полоски немного пошире. Подозреваю, что у фонарика это более новая версия 15-ваттного светодиода. Почему светодиод из фонарика выдал не 15, а 17 ватт? Да потому что светодиод 6-ти вольтовый. Там даже надпись виднеется 6 вольт. И здесь получается, что драйвер фонарика поднимает напряжение, грубо говоря, с 4 вольт до 6. Вот это лишняя нагрузка на всякие повышающие катушки и вытекает в лишние 2 ватта потребления. Итак, доказательство номер 2. Почему это не XHP70? Да потому что экономически невыгодно делать фонарик с таким светодиодом. И в розничной торговле фонарик будет стоить не 15 долларов, а уже все 30. И никто его за 30-ник покупать не будет. Вот на том же Алиэкспресс светодиод XHP70 в розничной продаже. И стоит он 10 долларов. И на оставшиеся 5 долларов нужно изготовить алюминиевую головку фонарика, всякие линзы, кнопки, провода, резиночки. Установить туда драйвер, который тоже стоит денег. Это уже тянет практически на 15-20 долларов. А еще нужно заработать производителю фонариков и самому продавцу. Еще в эту цену входит доставка в другую страну за 1000 километров. А вот в рознице наш 15-ваттный светодиод. Название этого светодиода может быть 7070, либо МКР. Его стоимость в розницу меньше 3 долларов. И вот с таким дешевым светодиодом уже экономически выгодно делать фонарик. То есть в названии фонарика XHP70 это наглое вранье. А некоторые продавцы умудряются даже написать XHP72. Это новая версия мощного светодиода, который стоит еще дороже. Сейчас испытаем яркость света фонарика с помощью люксметра в моей супер коробке. Аккумуляторы установил другие и полностью заряженные. Итак, внимание на прибор. И люксметр у нас показывает примерно 400 люкс умноженное на 10. Ну и соответственно яркость так же стремительно падает, как и сила тока. В более слабом режиме примерно показывает 115 люкс умноженное на 10. Смотрим предыдущее измерение налобных фонариков. И 4000 люкс это конечно очень много. Это примерно как 2,5 фонарика со светодиодом XML2. Но не забываем, что яркость стремительно падает. Справа у меня довольно яркий фонарик со светодиодом XML2. И судя по цифрам, мощный фонарик в слабом режиме светит, как вот этот фонарик в мощном режиме. Так ли это, мы проверим в темноте. Сейчас светит фонарик со светодиодом XML2. Прошел очень сильный дождик и земля вся сырая. А влага очень плохо отражает свет. То есть в сухую погоду земля будет более светлая. А это фонарик с 15-ваттным светодиодом. Я даже по камере вижу, что она переключилась в более темный режим. XML2 15-ваттный. XML2 15-ваттный. Свечу дальним светом. Справа L2, слева 15-ваттный. Световой чип у 15-ваттного светодиода больше. И светит он ярче, чем L2. L2 прекрасно добивает до конца гаражей. Это примерно 50 метров. 15-ваттный, естественно, то же самое прекрасно добивает до конца гаражей. И очень хорошо освещает тот участок. L2 15-ваттный. L2 15-ваттный. Конечно, пусть этот 15-ваттный трижды поддельный и дешевый. Но светит он реально ярко. Очень такой мощный, приятный, равномерный свет. Жаль, что в таком режиме он будет светить недолго. Этот фонарик, конечно, просто монстр. С этим мощным фонариком я уже был на рыбалке. Весь вечер лил сильный дождь. И прекратился он уже, когда стемнело. Мне захотелось половить с лодки. И недалеко от места стоянки я поймал небольшого судака. С таким мощным фонарем я не ощущал какого-то дискомфорта, что вокруг темно. Ну и давайте быстренько подытожим сегодняшний тест. В данном фонарике установлен светодиод не XHP70. А его аналог более дешевый 15-ваттный светодиод. Ну и даже такой светодиод слишком мощный для такого маленького налобного фонарика. Чтобы нормально остудить светодиод XHP50, потребуется вот такой вот здоровенный радиатор. И вот представьте такую бандуру у себя на голове. А для XHP70 сюда потребуется еще и вентилятор. Это, кстати, заготовка для будущего светодиодного проекта. Есть два типа фонариков. Это для работы на каждый день. И другой тип, это для повыпендриваться. Так вот данный налобный фонарик с мощным светодиодом для повыпендриваться. То есть где-нибудь на рыбалке или в походе повыпендриваться перед друзьями, какой у тебя яркий свет. И как только вы повыпендривались, нужно сразу же переключаться в более слабый режим. Чтобы батарейки не садились прямо на глазах. Для такого мощного фонарика однозначно нужно иметь запасные 1-2 комплекта аккумуляторов. По моему мнению, самый оптимальный вариант налобного фонарика, это обязательно линза, два аккумулятора. Светодиод, думаю, лучше XML2, либо вот сейчас появились новые XPL. Ну а мелкокитайская рукожопия, думаю, будет в любом фонарике или фаре. Итак, яркий мощный фонарик для повыпендриваться. В данном ролике я ничего не рекламирую и ничего никому не навязываю. Если у вас есть лишние деньги, купите лучше дорогой фирменный фонарик. И повыпендривайтесь не только его качественным светом, но и его стоимостью. Но для тех, кто заинтересовался, ссылки для ознакомления я оставлю под этим видео на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok